Всем привет! Я Настя Воронина и это Мама Блог. У моего крохи уже целых два зуба. И сразу возник вопрос, может пора их чистить? В магазине мне посоветовали приобрести вот такую щеточку для моего малыша. Но по поводу новых правил гигиены решила посоветоваться с нашим врачом-педиатром. Наталья Алексеевна, у нас уже целых два зуба. Может их уже пора чистить? Я даже купила вот такую специальную щеточку. Замечательная вещь. Давайте мы дадим ему и посмотрим, что же будет наш человек делать ею. Вот теперь обратите внимание, что он делает. Трудно назвать это чисткой зубов, да? Наверное, это все-таки какой-то легкий массаж десен, да? Там, где прорезываются зубы, правда? Вот похоже на то. Безусловно, когда у ребенка прорезались первые зубы, даже один, мы должны купить специальную щеточку и показать ему. Как правило, используется щеточка такая вот с круглой головкой, которая имеет однопучковое, да? Один пучок. А нужна зубная паста? Пока мы учимся, мы не используем зубную пасту, а потом мы будем использовать специальную зубную пасту, которая применяется для детей возраста прорезывания зубов. Кроме вашего вопроса в отношении чистки зубов, хочу обратить внимание, что мы должны с вами говорить еще и о воспитании определенных гигиенических навыков, да? Это умывание, которое мы делаем каждое утро. Это мытье ручек, да? Причем я вам рекомендую делать это перед едой, после еды. Вот какие-то режимные моменты, которые позволяют ребенку выработать устойчивый, да, рефлекс мытья рук. Я смотрю, вот вы приготовили вот такой вот слюнявчик. Это нужная вещь обязательно. В период прорезывания зубов очень много слюны. Поэтому это та вещь, которая поможет собрать эту слюну и держать в чистоте. Ну и, безусловно, нужно все остальные навыки. Чистка зубов, обрезание ногтей. Это то, что нужно делать регулярно. Объяснять ребенку, для чего мы это делаем, потому что мы все понимаем. Еще порекомендую вам менять одежду, да? Если ребенок испачкался, ему нужно рассказать о том, что он испачкался, что одежду нужно поменять. И это тоже даст возможность вам сформировать правильные именно гигиенические навыки. Развивать навыки аккуратности и чистоплотности стоит с самого раннего возраста. Но главное правило – это личный пример. Каждый раз комментируйте свои действия. Рассказывайте, что и для чего вы делаете, выполняя ежедневный туалет. Всем пока!